Продолжение следует... Вертуального характера. 6 квадратных метров, один сидит человек, есть директор и больше ничего, никакой производственной базы. Абсолютно ничего нет. И это действует годами. Отличить кредитно-производственный кооператив от финансовой пирамиды не так уж и просто. Закон никак не ограничивает процентную ставку и, как правило, документы у таких организаций всегда в полном порядке. Выявить мошенников можно, но только если сами вкладчики будут бдительными, разъясняя ситуацию Вениамин Кондратьев. Все, что необходимо для того, чтобы не привлекали деньги, у них есть с точки зрения правового поля. Но мы должны понимать, что на ранней стадии, когда мы поняли, что это не финансовый институт, а финансовая пирамида, вот на этой стадии пресечь их деятельность. И вот если у вас есть здесь доказательство, что на ранней стадии их деятельность не пресечена, то вот здесь я и готов максимально жестко подходить к любому, кто мог, но не пресек деятельность финансовой пирамиды. Мы настроены на то, чтобы дать реальную оценку в целом действия и правоохранительных органов. Поэтому здесь находятся руководители правоохранительных органов края. Здесь ни на замы, ни помы находятся. Именно они, чтобы понимать, что эту проблему мы должны просто не то, что сегодня решить, не допустить в будущем. В нашем крае финансовым мошенникам просто не место. Огромное желание заработать зачастую бывает сильнее здравого смысла. Несмотря на многочисленные истории о финансовых пирамидах, люди продолжают отдавать свои деньги, а организации продолжают работать. Повод насторожиться – завышенная процентная ставка. Еще больше сомнений должно появиться после первых задержек выплат, считает начальник краевого управления МВД. Не бывает. За 10-12% капитал создать это просто невозможно. И сегодня органы внутренних дел работают в этом направлении. Я готов вам помогать и день и ночь. Но это только совместно наша с вами работа. Только за последние три года в сети мошенников попали более 10 тысяч кубанцев. А сумма ущерба – около 4,5 миллиардов рублей. И, как показывает статистика, в основном свои кровные в такие компании несут пенсионеры. Вложить деньги под проценты для них способ хоть как-то увеличить доход. По словам прокурора края, в отношении каждой организации с признаками финансовых пирамид заводят уголовное дело. Возбуждено у нас 15 уголовных дел, где есть возможность. Отыскивается имущество, накладывается арестное имущество. Мы проверим, чтобы вы слышали здесь, мы проверим все уголовные дела и посмотрим, насколько своевременно и качественно расследуются уголовные дела. Но на расследование уголовного дела нужно время, а деньги вкладчики требуют вернуть сейчас. Такого подхода к решению ситуации быть не может, заявляет Вениамин Кондратьев. Тем более за счет краевого бюджета. Поэтому все митинги и протесты в этом случае неуместны. Это бюджет. Вы сейчас о бюджете говорите. Но бюджет – это деньги всех налогоплательщиков края. Но они же завтра тоже с меня спросят, почему ты взял вот те, мы-то же не понесли, такие же пенсионеры зададут. А ты еще нашими деньгами рассчитался. И это неправильно будет. Почему те, кто все-таки не стал надеяться на этот сыр, и как бы правильно говорите, что жизнь, она не дешевая сегодня. Но ведь есть, можно сказать, сотни тысяч, которые не понесли. И как же их деньгами, их налогами рассчитать с теми, кто понес? Но вот помочь вернуть деньги обманутым вкладчикам важно, говорит глава края. Добиваться справедливости в одиночку у них не получится. На совещании принимают решение создать рабочую группу по борьбе с финансовыми пирамидами. Мы просим, чтобы при администрации создали специальную группу, как хотите ее называть, консультационную, которая была бы постоянно действующей, куда бы эти старшие могли бы обращаться и консультироваться. Я согласен, что здесь под гидой администрации края должна быть создана вот эта совместная группа, куда войдут представители и от вас. Пять человек ходят туда. С прокуратуры края, от полиции, от следственного комитета и от администрации края. Коллеги, только не отправьте десятых помощников, отправьте тех, кто может принимать в рамках полномочий оперативные решения. То есть очень важно. Потому что, чтобы они были не просто группа ради группы, а ради того, чтобы она была результативна эта группа. Давайте максимально выжмем все, что мы можем выжать из этих негодяев. Это сегодня наша с вами хотите обязанность максимально вернуть деньги нашим пенсионерам. Это позорное явление для любой экономики, для любого региона. Это позор. По вашему счету, вот такие финансовые пирамиды. Чтобы предотвратить новую волну афер, Вениамин Кондратьев поручает провести ревизию всех компаний с признаками финансовых пирамид. Кроме того, губернатор готов выступить с инициативой внести изменения в законодательство. Это могут быть нормы, которые обязуют каждую финансовую организацию создавать гарантийный фонд. Таким образом, у вкладчиков появится уверенность, что даже в случае банкротства фирмы они не станут обманутыми и вернут свои деньги. Мария Крошина, Денис Пирец, Денис Москаленко, Кубань, 24, Краснодар.